Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Ситуация в южных регионах Западной Армении продолжает ухудшаться. В Азербайджане запрещен вход в Дадиван к армянским священнослужителям и паломникам. Депутат британского парламента Рупа Хак призвала правительство признать геноцид против армян. Спасатели продолжают поиски тел военнослужащих в Матагрисе. Мир осудил заявление Эрдогана по Кипру. Урожай подходит к концу в Малатье, абрикосовой столице Западной Армении. Государственный театр песни совершит поездку по регионам Армении с концертными, посвященными Арноба Баджаняну. Из-за чрезвычайно высокой температуры в последние дни в разных частях Западной Армении бушуют пожары. Пожарные тревоги продолжают поступать друг от друга. В Харверте лесные пожары, вызвавшие панику в Мараше, были взяты под контроль усилиями пожарных бригад. Сожжено 25 гектаров. Большой пожар также вспыхнул в Хаттае. Пожар возник по неизвестной причине в горных и лесных районах Антакии. После тревоги вышедшим на место бригадам удалось потушить пожар с воздуха и с земли. Дады Ванг – место постоянной службы шести назначенных армянских священнослужителей. Несмотря на бытовые проблемы в монастыре, армянское духовенство продолжало свою службу, но не входило в монастырь с мая. Дады Ванг находится в другом состоянии, чем любой другой монастырь армянской в послужской церкви. Там бытовые проблемы. Эти проблемы возникают, когда один или мы оба пытаемся выбраться из монастыря по состоянию здоровья или по состоянию жизни. Есть запрет как на выезд, так и на въезд. Создается сознательная ситуация, чтобы там не было армянских священнослужителей, говорит отец Нерсеса Рутюнян. Дады Ванг тоже был лишен своих паломников. Азербайджан запретил им въезд с мая, снова безосновательно. Сейчас духовенство Дады Ванга находится в Гандзасаре. Российская сторона ведет переговоры о том, чтобы священнослужители смогли войти в монастырь. Каждую секунду мы ждем, пока российские миротворцы договорятся с азербайджанцами, и мы вернемся в Дады Ванг, сказал артец Нерсеса Рутюнян. Напомним, Дады Ванг – один из древнейших христианских монастырей армянской апостольской церкви. Он расположен в Карвачарском районе, перешедшем под контроль Азербайджана после объявления от 9 ноября прошлого года. В целях безопасности возле монастыря находится один из наблюдательных пунктов российского миротворческого контингента. Представитель британской законодательной власти призвала министра иностранных дел Великобритании Домника Раба признать геноцид против армян, сообщает Армянский национальный комитет Соединенного Королевства. «Правительству Соединенного Королевства пора присоединиться к более чем 30 государствам, включая Соединенные Штаты, в признании геноцида совершенного Османской империей в отношении армян с 1915 по 23 годы», – сказала представитель. «Я призываю министра иностранных дел Великобритании Домника Раба признать геноцид против армян. Он заявил, что его позиция остается неизменной, но, похоже, он молчаливо признает, что это был геноцид». Поиск тел военнослужащих, погибших в пропавших без власти во время 44-дневной Арцахской войны, продолжается 22 июля в Монтагесе силами спасательного отряда. Как сообщает Армен Пресс, об этом информацию распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха. Дополнительную информацию о результатах предоставит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сказано в сообщении. Отмечается, что в ходе поисковых операций, начатых сразу после прекращения боевых действий, на сегодняшний день обнаружено 1604 тела. Заявление президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана на Кипре вызвали резкий отклик со стороны европейских стран и руководства США. Эрдоган объявил, что собирается вновь открыть их бывший оккупированный туристический город Вароша – Турецкий Мараш, который был закрыт для публики в 1974 году. Тем самым Эрдоган нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, согласно которой людям не разрешается жить в этом городе. Эрдоган также объявил об открытии президентского дворца Национальный парк на острове. Президент Совета Европы Хосеп Боррел заявил, что это решение внесет в себе риск возникновения напряженности на острове и требует уважения к решениям ООН. В свою очередь министр иностранных дел Греции Никос Дендес осудил эти заявления. Госсекретарь США Энтони Блинкин назвал решения Повороша неприемлемыми и призвал уважать резолюцию ООН. С аналогичным заявлением выступила Великобритания, которая, в отличие от других европейских стран, имеет военное присутствие на острове Кипр и является одной из сторон кипрского вопроса. В Малатии абрикосовой столицы Западной Армении подходит к концу уборка урожая абрикосов. Помимо местных жителей сбор около 9 миллионов деревьев помогает собрать 15 тысяч сезонных рабочих из соседних регионов. В этом году прогнозируется собрать около 380 тысяч тонн абрикосов. В целях активизации культурной жизни в приграничных общинах Армении и Арсаха реализуется программа «Задняя культура. Пограничный центр», в рамках которой Государственный театр песни Армении выступит в Сюники, Гагархуники и Тавуши. Как сообщает Армен Пресс, об этом 22 июля на встрече с журналистами заявил директор Государственного театра песни Армен Сарксян. Он напомнил, что в театре два года идет ремонт, который практически завершен. В зале, фойе на нескольких этажах идет ремонт, поэтому концерты проходят на других площадках. В этом году мы отмечаем столетие Арно Бабаджаняна. Мы объявили год Бабаджаняна, мы отыграли посвященный ему концерт в Ереване. И с той же программой будем в приграничных общинах Армении. Мы также исполним произведения Артура Грикориана, сказал Сарксян и сообщил, что они выступят в Сюники 13-16 августа. Они выступят в Мэгри, Канапе, Дарпасе с 5 по 9 августа, а также в Атавушской области, в Берти, Бертоване и Азатамуте. У них два концерта в Бертоване, там есть войская часть, они там тоже будут выступать для солдат. 29-30 июля они будут в Яркунинском районе, в Мартуни и в Артынисе. Дарят для вас ансамбль окунг Уханэ. Уханэ. Ужамэ. Ужамэ. Ухи хо хо. Ухи хо. Охи хо. Хо хо. Ухи хо хо. Полная версия видео доступна на официальном сайте Государственного деликанала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.